В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы вновь вспоминаем событие, которое ждет каждого человека, независимо от того, верит он в Христа и в его церковь или нет. Независимо от того, кто он был в этой жизни, как он реализовал себя, кем стал, каким обладал богатством или в какой нищете прозябал, какое было у него здоровье или какие болезни его постигли. Нет ни одного человека в этом мире из родившихся и уже умерших, и тех, кто еще родятся, и тех, кто живет сейчас. Кого не касается это событие, вспоминаемое нами сегодня. Страшный суд Христов. «Когда придет Господь в своей славе вместе с ангелами и воссядет на преслоле, славой своей он будет судить все народы, все народы мира придут к нему. Встретятся, и даже те, кто о нем не знал или делал вид, что не знают, в этот момент будут вынуждены предстать пред ним, пред праведным судьей. И Господь разделит все человечество, всех людей, одних по правую сторону от себя поставит, а других по левую. В Евангелии сегодня мы слышали, как пастор отделяет козлов от овец, так Господь разделит все человечество. Почему козлов отделяет он от овец? Разные есть по этому поводу мысли, и все они заслуживают внимания, так же, как вообще толкование священной истории, священного писания. Оно в известной степени многолико, и допускается разные мнения. Но в Евангелии, если мы внимательно его читаем, если мы находим для этого свое безмерно драгоценное время и внимание, то мы можем заметить, что Христос всегда предстает в виде пастыря овец. То есть пастырь в прямом смысле евангельский, это именно пастух, занимающийся овцами. И он там всегда ведь и говорит о том, что овцы знают меня, узнают пастыря. И множество раз это мы встречаем, что он говорит о своем стадии, именно как о стадии овец Христовых. И козлы в этом стадии, конечно, совсем что-то чужое, чуждое. И вот пастырь отделяет своих детей, настоящих учеников Христовых, детей Христа, которые жили по евангельским заповедям от этих козлов, но им-то тоже кажется, что они знали, кто такой Христос и жили правильно. И вот он скажет праведникам, «Вы, когда я был голоден, накормили меня, когда я хотел пить, вы напоили меня, когда я был странником, вы приняли меня, когда я был нагим, вы одели меня, когда был в темнице и болен, вы посетили меня». И праведники в недоумении будут задавать ему вопрос, «А когда это было, Господи?» И вот в этом вопросе и в этом недоумении, которое мы видим в евангельском свидетельстве, есть еще и такой момент, что, может быть, эти праведники, которых называют праведниками, может быть, они и не называли себя христианами, такое тоже может быть, но по жизни своей, по своим поступкам, они были настоящими его учениками, и он их примет как праведников, и к ним обратится со словами, «Наследуйте царствие, уготованное вам от создания мира». А другие, узнав, что они отправляются не в это царствие, уготованное от создания мира, они тоже будут недоумевать. Но Господь им скажет, «Когда я был голодным, вы не накормили меня, когда я жаждал, не напоили, когда был странником, не приняли, когда был на гимне, одели, и когда был в темнице и болен, вы меня не посетили». А они ему скажут, «А как это так? Мы же не видели тебя, мы не знали». Если бы нам сказали по телевизору или в интернете, что Христос лежит в Боткинской больнице, мы, конечно, бы туда пришли и сделали бы там ремонт своими руками, может быть, даже. Но Он им скажет очень сурово и справедливо слова, исполненные безграничной божественной любви. Он скажет им, «Вы этого не сделали для ближних, для таких же, как вы, людей, и поэтому вы не сделали это для меня». И пойдут те, которые окажутся по левую сторону, в вечную муку, в ад. Христианство – это вера во многом непостижимая. Действительно, когда мы дерзаем заниматься богословием, покупаем разную литературу, кто способен это делать, читаем, мы понимаем, что мы очень многих вещей не можем понять, и действительно, и святые отцы, и великие современные ученые, христиане, ректоры, проректоры, доктора наук, они очень часто спорят по некоторым вопросам природы божественной, природы церкви, разных догматов. И природа самого человека, она действительно греховная, ограничена. Мы не можем в полной мере все познать, все вот эти догматы. Есть очень сложные вещи для понимания, как догматы Святой Троицы. И вся история церкви наполнена спорами, размышлениями и попытками узнать эти тайны. Но, с другой стороны, христианство и та вера, и та правда, которую принес в этот мир распятый за нас Христос, Бога-человек, оно очень простое. Куда пойдут все эти заведующими кафедрами, богословы, теологи, философы, председатели разных советов международных церковных объединений, куда они все пойдут перед судом вот этого Христова Слова, перед судом сегодняшнего Евангелия, которое нам Церковь специально в эти дни напоминает об этом, обо всем, перед началом Великого Поста. Действительно, вот что нам предстоит? Нам предстоит очень серьезный молитвенный духовный подвиг, и мы будем вспоминать во время Великого Поста о величайших подвижников, о Григории Паламе, об Иоанне Лествичнике. Мы вспомним об Андрее Критском и о его прекрасном творении, каноне. Мы будем погружаться душой и умом в эти вершины, недостижимые для нас богословия, но никогда мы не должны забывать о том, что все это и все наши подвиги, они ничтожны и они ничто, если мы не видим в окружающих нас людях Христа, если мы проходим мимо людей, которым тяжело, которым плохо, и не находим в себе любви, сделать самое простое доброе дело. Причем сделать сами, не просто там взять и пожертвовать, чтобы владыка Пантелеймон собирал помощь и отсылал куда-то, чтобы кто-то вместо нас пошел и послужил страдающим людям. Очень важно для каждого из нас сделать самому лично, своими руками, что-то простое и по-настоящему важное для того, чтобы наше сердце и наша душа изменились, и для того, чтобы мы могли сделать что-то доброе для самого Создателя этого мира и для Сына Божия, для Господа нашего Иисуса Христа. Напитать голодного, напоить жаждущего, одеть нагого или просто посетить человека, которому плохо сейчас, который болен, который ранен, который изуродован, у которого нет родных и близких, которые смогли бы о нем позаботиться. Этих людей сейчас в мире больше и в нашей стране их больше, во много, чем тех, кто пришел сегодня на Божественную Литургию в Сретенский монастырь и, наверное, во всей Москве. Такое огромное есть поле для того, чтобы послужить Христу и для того, чтобы совесть наша, когда Он придет во славе, с ангелами судить человеческий род, не трепетало, как один написал священник очень правильно недавно, что если мы боимся страшного суда, то мы не христиане. Конечно, и самые праведные люди, они особенно перед лицом смерти часто боятся, они трепещут. Им кажется, что их жизнь слишком греховная. Но все-таки христианин, который жил по Евангелию, ему не страшен этот страшный суд. Во-первых, он знает, что его там ждет, а во-вторых, все-таки жизнь свою он направлял по слову Спасителя. Делал простые и в то же время самые великие, добрые дела, милосердие. Вообще, когда человек начинает заниматься даже через силу вот этими делами, он как бы освобождается и от всего лишнего, что есть у него в жизни. Знаете, сейчас очень много людей, их сорвали с мест, вихрь войны. Они жили так же, как мы. Может быть, даже праведнее нас. А потом раз и все, у них нет ничего. И даже если сейчас все это прекратится, сколько еще времени пройдет, чтобы эти люди как-то обрели и дом, и кровь, и своих близких, и потерянное здоровье. И мы, кому, может быть, еще не довелось пережить такие страдания, мы должны опережать друг друга в стремлении помочь этим людям. И вот когда человек, пусть даже через силу, начинает делать какие-то небольшие шаги в этом направлении, хотя бы избавляться от своих лишних вещей ради того, чтобы отдать их, найти, где это действительно не нужно, не то, чтобы как барахло какое-то сбросить. Нет. то он сам замечает, как ему даже дышать становится легче. Перед началом Великого Поста давайте каждый из нас даст обещание себе сделать хотя бы три простых добрых дела. Что-то кому-то купить, что-то кому-то подарить, узнать, кому тяжело и согреть его своей любовью. Это не тяжело, это не трудно. Об этом спросит о нас Господь Иисус Христос, когда явится во славе со святыми ангелами и будет судить человеческий. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok